Когда я вырасту, я хочу быть пожарным Когда я вырасту, я хочу тренировать лошадей Я хочу быть актрисой или певицей Когда я вырасту, я не уверен, кем я хочу быть Это не каникул, Дженни, малыш Пора просыпаться Давай, вставай, детка Эй Просыпайся, Дженни Я опять видел этот сон Все как по-настоящему Как будто я на самом деле дома Ну, пока твой дом здесь, окей, спящая красавица У тебя пять минут, время пошло Хорошо 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 что? Хорошо, сэр Да, сэр Пошло дело Тебя ведь тут не было на вечеринке, никакой жалости, так ведь? Сэр, нет, сэр Правильно, Бог не твоит хлам Никакого хлама, сэр Ты перемолол новые стихи, которые я тебе давал? Да, сэр Молоток Знаешь, намечается викторина Если ты всегда готов, то не придется готовиться Оу Молодец Тогда покажи класс Фильм ди Дэвида Моррена Джонни Джонни Мюзетте Вендер Мел Фейер Оубин Коу Лесли Лоррейн Джерри Филлипс в роли Джонни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Переживаешь? О чем? Ты знаешь, о чем? Ты знаешь, о чем. Всякие любишь притчи, да? А что, не должен? Совсем нисколько не волнуешься? Я здесь для особой миссии. Ну ладно, да, я немножко нервничаю. Хорошо, Джонни, как ты себя чувствуешь? Дух бодр, плод же немощно. Да, уж твои плоти нападали, я не уверен, сколько она еще выдержит. Да, все нормально, Бог знает. Верно, сынок, он знает. Наша жизнь только дыхание, вы ведь знаете. Я поклялся наблюдать за тем, чтобы оно продлилось как можно дольше. Именно поэтому я посылаю тебя к доктору Картеру, посмотреть свежим взглядом. К другому доктору? Извините, доктор Миллер, мне уже тошнит болеть. Я знаю, сынок, я знаю. КОНЕЦ Однажды она вернется Боюсь, что для этого понадобится чудо Ну, конечно, я все, что смогу, сделаю, Майк Да хорошо, но он особый ребенок, Дрю Ну, они все особые, так ведь Да, но он особеннее всех Особеннее Слушай, не волнуйся Он получит VIP-обслуживание, обещаю Спасибо, друг мой Не за что Ну, ладно, поговорим позже, хорошо? Доброе утро, а ты у нас, значит, Джонни Я Гленд Руберс из детского отделения Как дела? Человек планирует путь свой, а Бог направляет его стопы Ты мудрец, стало быть Где ты научился, Миха? Притчи, если хотите знать Ты, похоже, умненький, мучача Грациас Нас прислал сюда доктор Миллер Садитесь и заполните это, пожалуйста Спасибо Кабинет доктора Картера, это Долорес Вы думаете, я мог бы когда-нибудь пойти на рыбалку? Если Бог расположит Привет, Джонни Доброе утро, доктор Картер Я Гленда Руберс, я отсосработник Джонни Доброе утро, Гленда Ну, как ты сегодня, приятель? Знаете, доктор, я просто счастлив быть здесь Хорошо, я тоже Я доктор Картер Я онколог Знаешь, что это? Вы тот парень, что лечит рак, правильно? Правильно Знаешь, почему тебя прислали ко мне? Потому что вы умнее доктора Миллера? Ну, я бы не стал так говорить Вообще-то это потому, что твои лейкоциты подавляют эритроциты А эритроциты переносит весь кислород, правильно? Умный пацан, да Ой, извини Все хорошо Ты довольно горячий Температура постоянно держится? Да, сэр Ну, а как вообще общее самочувствие? Ну, как бы очень устал Ну-ка, открой рот Ранки во рту и гланды, похоже, заражены Понос есть? Ну, типа да Джонни, ты знаешь, что такое лейкемия? Белокровие? Очень хорошо Должно быть, ты знаешь, что это затрагивает иммунную систему, да? Я знаю Но у Бога есть особая миссия для меня Окей, полегче там здоровье Так, держать, окей? У вас есть какая-нибудь конфета? Чего тебе не проверить там вместе с Долорес? Она тебе покажет выход Что у него за история? Он сирота, без дома Нет никакой записи об отце Его мать была убита пьяным водителем Он выжил и убежден, что Бог спас его Для особой цели Никаких родственников вообще? Мы никого не знаем Он под опекой государства Если вы не знаете семью, согласны взять мальчик с лейкемией То, вероятно, такая останется Должно быть, это трудно Он абсолютно уверен, что Бог сделает его частью любящей семьи, прежде чем он умрет Как вы думаете, сколько у него времени? В смысле, до того, как? Вам лучше поговорить с доктором Миллером, лечащим врачом Джонни Я могу сказать вам, что его количество тромбоцитов очень низко Первый курс химии не был столь эффективным, как мы надеялись Так что будем пробовать еще один Он может поправиться? Я действительно сожалею, миссис Робертс, но я не пытаюсь играть в Бога Спасибо, доктор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Привет, малышка! Мой папа тут? Он на завтраке, но я обещаю сказать ему, что ты заходила Хорошо, спасибо Вилли, ты же умеешь читать Но ты читаешь лучше Ну ладно, давай Выли динозавры с парусами на спинах И динозавры с твердыми костистыми головами Привет, пап Ну, привет, милая Нужна компания? С тобой, весь день, каждый день, ты знаешь Ты чего? Можно спросить что-то? Конечно Мама когда-нибудь станет опять нормальной? Почему ты так спрашиваешь, сладкой? Потому что она бродит как зомби Просто у нее усиливается боль, Кейла Мы пройдем через это Но это уже постоянно Это может продолжаться долго Сколько потребуется Я просто снова хочу прежнюю маму Я тоже, милая Иди сюда Так теперь у меня будет дырка в груди? Ненадолго Это простая процедура пресня Мы пытаемся перепрограммировать твои клетки Как компьютер? Да, наподобие этого Вы сказали, что вы доктор, который меня усыпит, да? Точно, я анестезиолог И вы же меня и разбуете Именно так, малыш У вас черночка не задалась, да? Да нет, все в порядке Сердечко барахлит Я собираюсь дать им немного атропину Остановка сердца Нажмите кнопку вызова Нам нужна помощь Начинаем реанимацию Давай Дайте ему эпинефрин Вес 72 фунта, 33 килограмма Дайте ему 0,01 миллиграмма на кило Быстрее вводите дозу Давай, приятель Оставайтесь со мной Колите шприц эпинефрин 0,33 миллиграмма введенной Давай же, Джонни, не уходи, приятель Давай же Не отвечай Повторите эпинефрин Держись, Джонни Давай, приятель Оставайся со мной, Джонни Давай же, не уходи, дружище Давай, приятель Не уходи от меня Давай Джонни, не уходи Хорошо Он возвращается Он вернулся Он наш Было очень близко Отличная работа, Джонни Вот так и надо бороться, дружок Вот так сражаться надо Мы поддержим его здесь для восстановления и наблюдения Потом вы можете отвезти его домой Я договорюсь о встрече В течение следующей недели Мы начнем лечение, хорошо? Спасибо, доктор Этот парнишка довольно необычный, не так ли? Еще не раз это скажете Его дух поразителен Это хорошо Мы были близки к потере его сегодня Это уже не первый раз Всю жизнь его кладут, выписывают из больниц Вечно болеет Поэтому никто не хочет его брать Но он явно неплохо держится Как вам это удается? Не уверена, что удается И какие у вас мысли насчет Джонни? Ну, как вы знаете, подходящий костный мозг был оторгнут Так что это только вопрос времени Пока болезнь не сопротивляется наркотикам полностью Это наши текущие часы Именно Также трудно предвидеть, насколько эффективна химия Учитывая, что он на четвертой стадии Мы делаем то, что можем, так ведь, Дрю Ну, да Наверное, так Знаете, вы правы Он особенный маленький человечек Вы знаете, наверное, слишком поздно говорить вам это Но я должен сказать это так или иначе Оберегай свое сердце с этим ребенком, Дрю Он может у него украсть И Бог знает, вам и так досталось Возможно, это то, что моему сердцу и нужно, Майк Кейла, ты сделал свою домашнюю работу? Да, мама Комбту брала? Да, мама Вымыл руки? Мам Эй, что вы скажете, если я завтра возьму выходной Мы все вместе махнем на озеро, а? Да, давай, мам Нет, у Кейла утром гимнастика, днем фортепиано Ну, отмени Мы не проведили день семьи вместе Нет, Кейле надо заниматься Для чего? Для выступлений Для соревнований по гимнастике Ну что, нельзя один день отдохнуть? Бог достаточно любит нас, такие, какие мы есть Но слишком любит, чтобы оставить в таком состоянии Именно поэтому Он посылает нам испытания несчастья Чтобы помочь сформировать нас в Его подобии Даже если мы здесь для особой миссии, как Иисус? Даже если мы здесь для особой миссии, Джонни Доктор Картер, что вы здесь делаете? Привет, Джонни Дрю Картер, я онколог Джонни Клайд Кингсли, врач-стажер Клайд, я тут подумал, возможно ли, чтобы взять Джонни сегодня на рыбалку? Это было бы потрясно Можно, Клайд? Ну, пожалуйста Я сожалею, сэр, я не могу позволить вам это сделать Это против правил Даже если это по медицинским показаниям Да, Клайд, пожалуйста Медицинские показания Думаю, я смогу сделать исключение Но вы должны подписать это и приведите его обратно к обеду Непременно приведу Хорошо Пойдем, приятель Эй Не сейчас, Вилли Я иду ловить рыбу Эй, дружок, ты стальной человек? Я не настоящий супермен Это просто костюм Ты мог бы одурачить меня, малыш Что это за мальчик? Это малыш Вилли Он мне как младший брат Еще разок прямо сюда Молодец Глянь-ка на это Ух ты Это потрясно Я подумал, что тебе здесь понравится Мой отец работал здесь Фактически, мой отец и его отец Классно А что это такое? Это старый металлургический завод, построенный в 1907 году Здорово Я даже не знал, что можно построить что-то такое большое Да, это довольно внушительно, не так ли? Пойдем Посмотрим Кидай Отлично Давай, приятель, сделаем это Это место такое классное Клевая правда Доктор Картер, я могу спросить вас кое-что? Конечно Вы верите в Бога? В Бога? Нет, не очень Курт Уорнер верит в Бога Да? Да А почему вы не верите в Бога? Жизнь не всегда оборачивается так, как бы мы хотели, Джонни Но жизнь Курта Уорнера не обернулась так, как бы он хотел Грин Бэй Пейкерс вышел на лево, он раскладывал товар на полке в супермаркете Правильно? И в мгновение он поднялся от рабочего супермаркета до лауреата звания «Самый ценный игрок» Как вам такое? Тогда Нью-Йорк Джайанс взяли его, продвигали, и он поднял Аризон и Кардиналс до их первой награды супербола И они почти победили стилеров Да, за исключением того, паса неудачного Эй, никто не идеален, да? Он говорил, сначала самое главное Так как он выбрал Бога приоритетом Бог вывел его от черна в работу в магазине, в зал славы О, так ты думаешь, что он попадет в зал славы? Он лучший У него самый дальний бросок, чем любого другого по версии суперболу И он был в лиге самых ценных игроков дважды Ну и поэтому ты веришь в Бога? Просто это показывает, что с Богом все возможно, потому что Он любит нас Знаешь, жизнь бросает тебе иногда кривые мечи, малыш Вся моя жизнь сплошные кривые мечи Неважно, сколько раз мы разочаровываемся в Боге, Он никогда не разочаровывается в нас Да Ты действительно веришь во все эти Божьи дела, не так ли? Почему бы и вам не поверить? Бог удивительный Доктор Картер, вы росли в нормальном доме с братом, сестрой и родителями? Да, нормальный А каково это было? Ну, как бы, чувствовать себя частью чего-то Чувствовать, как будто вы уже действительно кому-то принадлежите Ну, Джонни Я полагаю, я всегда это считал самой собой разумеющимся Это хорошо Эй, спасибо, что взяли меня на рыбалку Я знаю, что мы ничего не поймали, но сегодня был лучший день в моей жизни Не за что, Джонни Не за что Я хочу, чтобы мы обсудили вопрос о становлении маленького мальчика Он мой пациент, зовут Джонни Он замечательный ребенок А что не так с ним? У него агрессивная лейкемия Ты с ума сошел? Ты хочешь привезти умирающего мальчика в наш дом? Зачем? Потому что никогда не было своего дома Джули, этот парнишка умирает, у него никого нет Нам недостаточно потери одного ребенка? Я думаю, это было бы хорошо для нас Как это? И что насчет Кейла? Разве она недостаточно страдала? Мы все пострадали достаточно, Джули И я уверен, что Кейла полюбит его Нет Мой папа здесь? Он точно здесь, Миха Но он сейчас с пациентом Но если это важно, я могу позвать его Да ничего Я подожду Хорошо Что это? Это книга Думаешь? Про что она? Это сборник стихов Ты поэт и не знаешь? Может быть А прочитай мне стих Нет Давай Прочитай тот, который сейчас читаешь Ладно, но обещай не смеяться Обещай Я никогда не видел фиолетовой коровы Надеюсь увидеть Но во всяком случае лучше увидеть, чем самому быть коровой Да ты это сам написал Нет, это не я Клянусь А еще прочитай Извини, но это все Ну пожалуйста, еще один Очень странная птица-пеликан В его клюве помещается больше, чем в животе Чудно это Мне больше понравилось про фиолетовые коровы Как говорит трубочист, на себя посмотри Ты смешной У меня есть хорошие авторы Да, это детское социальное обеспечение? Отлично, да Мисс Гленду Робертс, пожалуйста Конечно Привет, Гленда, это доктор Картер Я хотел бы поговорить о Джоне Учитывая особые случаи этого дела, доктор Картер Агентство ускорило процесс Обычно были бы месяцы бюрократических проволочек Я понимаю Спасибо, Гленда Ваша жена согласна с этим, да? Потому что... Конечно Я должна сказать, что это очень благородно, то, что вы делаете Немногие доктора даже подумали бы об этом Я должна убедиться, что его приготовили Прекрасно Спасибо Правда Это для него имеет огромное значение Понимаю Все писание Бога вдохновено и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности 2 Тимофею 3,16 Очень хорошо И не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь умновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия Джонни Римлянам 12,2 Хорошо Он спас нас Не по делам праведности, которые бы мы сотворили Но из-за его собственного милосердия Да, Джонни Титу 3,5 Молодец Отличная работа Брат, отличная работа Мемо, ты вроде тоже хочешь попробовать Да? Давай посмотрим Иоанна 11,35 Иисус проследился Оу Мемо, замечательно Самый короткий стиль в Библии, прям как ты А сколько же вы стихов знаете? Хм, ну прикинем По стиху в день в течение последних трех лет Около тысячи Ух ты, это потрясно Не хлебом одним будет жив человек, малыш Джонни Матфея 4,4 А, теперь ты хвастаешься, да? Извините меня, дети, не расходитесь Привет, это Клайд Да, да, как дела, Грэнда? Да, он сидит прямо здесь Прямо сейчас? Нет, нет, это не проблема Да, сейчас приготовимся Спасибо И тебе тоже Что там? Ну, брат, пришло время упаковывать сумки Стоп Стоп Ух ты! Это так здорово! Будем надеяться, что так. У вас удивительный дом, доктор Картер. Да, он классный. Я очень надеюсь, что тебе тут будут рады, Джонни. Кейла, Джулия, я дома. Что ты тут делаешь? А ты что тут делаешь? Я живу здесь. Джонни, это моя дочь, Кейла. Похоже, вы бы уже встречались. Привет, Джонни. Привет, как дела? А это моя жена, миссис Картер. Джулия, Кейла, покажи Джонни комнату. Хорошо, сладкая? Хорошо, папа. Следуй за мной, Джонни. Джулия! Милая! Если хочешь, я могу помочь распаковать. У тебя есть брат? Был. Он уехал? Он умер. Как он умер? Автокатастрофа. Когда? Ну, это Рождество будет два года. Ничего себе. Да уж. Моя мама погибла в автокатастрофе. Правда? Как его звали? Робби. Знаешь, кажется, твоя мама не очень счастлива видеть меня. Да, в последнее время она странная. А вы, похоже, не знали, что я приеду? Не совсем. Но я рада, что ты здесь. Лучше мне уехать. Нет, останься. Как это случилось? Мама везла его на плавание. Чья это была вина? Я думаю, она винит себя. А это серьезно? Что серьезно? Что не так с тобой? У меня в крови недостаточно кислорода, чтобы питать тело. Из-за этого выпали волосы? Это от химии. Это больно? Я просто очень устал. А ты умрешь? Наши дни на земле всего лишь тень. Ты говоришь забавно. Сколько тебе лет? Десять. А тебе? Девять и три четверти. Хочешь посмотреть мою комнату? Окей. Джулия. Так, Эндрю, Филип Каттер, ты не имеешь права. Никакого права. В этом браке у меня есть мнение? Как ты посмел привести умирающего мальчика в этот дом? Мало что ли нам? Я просто подумал, что это могло бы нам помочь покончить с этим. Как? Снова и снова испытывать горе? Мы должны идти дальше, Джулия. И у этого мальчика ничего нет. У него есть лейкемия. Агрессивная лейкемия. И ты просишь нас принять его? Если мы примем этого мальчика, то это будет несправедливо по отношению к Робби. Робби умер. Он мертв уже два года, Джулия. Джонни поможет нам идти дальше. Мы должны позволить Робби уйти. Милая моя, что-то умерло внутри тебя вместе с Робби. Я хочу это вернуть. Кейл и я хотим это вернуть. Не делай так. Если этот мальчик умрет, мы не оправимся от этого. Какая разница, Джулия? Мы не оправились от смерти Робби. Мы должны попытаться, родная. Наблюдая, как другой мальчик умирает. Хорошо, послушай. Я сожалею, что вылил это все на тебя. Это было несправедливо, ты права. Но я уже отчаялся вернуть тебя. Вернуть нас. Хорошо, давай дадим неделю. Всего одну неделю, и затем мы решим. Хорошо? Ну, хотя бы попробуй вместе со мной. Одна неделя. Одна неделя. Да. Но все странно. Синяяне. Уверена? Робби и я постоянно катались Это просто Ну, я не знаю Я уже давно не катался Но это как будто покататься на велосипеде Это не забывайте Это не так, как будто кататься Это и есть кататься на велосипеде Я знаю, глупо, я так хотел сказать 1, 2, 3, 4 I can't stand it anymore 5, 6, 7, 8, 9 I'm going out and I'll be fine 8, 7, 6, 5 I'm just glad to be alive Here I go for 3, 2, 1 I'm going out to have a little fun Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A, B, C, D There's so much I'm gonna see E, F, G, H, I Like a bird up in the sky A, B, C, C It's as easy as 1, 2, 3 All the way to X, Y, Z Come on, you can fly away with me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ride a bike Drive a car Fly a plane Go real far Sail a boat Cross the sea Once I know There's no stopping me A, B, C, 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 D Oh, 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 oh Ooh, I should do it A, B, C, 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 C Чья это была идея? Моя. Ты же знаешь, мы не трогаем вещи, Робби. Но, мам, сейчас же уберите велосипеды. Похоже, мой приезд сюда был плохой идеей. Нет, мне нравится, что ты здесь. Ты как будто бы должен быть здесь. Господь привел тебя сюда. Может, я все-таки не для особой миссии тут? Тебе страшно умирать? Не особо. Я просил Иисуса войти в мою жизнь, так что теперь я знаю, что у меня есть вечная жизнь. Когда Робби было 10 лет, он пошел в каникулярную библейскую школу, и последний день пастор спросил детей, кто готов пригласить Иисуса войти в его жизнь. Робби сказал мне, что он пригласил. Вот Библия, которую он дал мне. Кейлэ, это потрясающе. Потому что теперь ты знаешь, что Робби на небесах. Но что это значит, пригласить Иисуса в свою жизнь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Имеешь в виду Иисуса, который умер на кресте давным-давно? Да. Значит, когда ты умираешь, ты попадаешь на небеса? Да. Потому что ты хороший человек, да? Нет, ни в коем случае. Ты не попадаешь на небеса, если ты хороший или делая хорошие вещи. Нет? А как тогда? Принятием вечной жизни как дар от Бога, как Робби сделала. Но каково там на небе? Ну, не будет никакой лейкемии или автокрострофы, ни горе, ни печали. Только любовь и мир. И мы с Робби будем жить вечно. Правда? Сто процентная правда. Ты хочешь принять дар вечной жизни от Бога? Хорошо, дай мне руки. Просто молись, повторяй за мной, хорошо? Господь Иисус, спасибо, что умер на кресте вместо меня. Прости мне все мои грехи. И прямо сейчас я приглашаю тебя в мое сердце и в мою жизнь. Я признаю тебя своим личным Богом и Спасителем. И, пожалуйста, помоги мне полюбить тебя, почитать тебя и слушать тебя. Я люблю тебя, Господь Иисус. Аминь. Килл сказал, что возникли неприятности из-за того, что они катались на велосипедах сегодня. Джонни взял вещи Робби. И что? Тебе уже наплевать на собственного сына? Наш сын мертв, его нет, Джулия. А наша дочь имеет право жить. Я не могу поверить. Ты должна отпустить это, Джулия. Это не просто дрю. Ты убиваешь себя после аварии, которая случилась давным-давно. А что, если я не могу это отпустить? Меня просто бесит, когда я вижу, как он прикасается к вещам Робби. Ты не должна постоянно обвинять себя, Джулия. Любимая. Отпусти уже это. Ты должна простить себя, малыш. А ты прощаешь меня? Привет, ребят. Прости, мам. Я сказал Джонни надеть рубашку Робби, потому что вся его одежда грязная. Все нормально, ребят. Все хорошо, не волнуйтесь об этом. Когда я вырасту, я хочу быть адвокатом или певцом. Когда я вырасту, я хочу быть доктором. Я хочу быть архитектором, актером или инженером. Когда я вырасту, я хочу быть наездником на лошади. Так. Кто может произнести это слово и сказать, что оно означает? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Ну, хоть кто-то. Хорошо, наш новый ученик не боится. Давай, Джонни, погромче, чтобы класс мог тебя услышать. Да, Джонни. Майкл. Антагонист. Человек или вещь, кто выступает против другого. Или человек, которому нравится нарываться на неприятности. Хорошо, достаточно. Спасибо, Джонни. Хорошо. Открывайте ваши книжки по обществоведению. Глава 12. Ну, как тебе школа? Знания приятны в душе? Ты странный. Это здорово, что мы в одном классе. Да здорово быть вообще в любом классе. Думаешь, ты забавный, а, Лысый? Не называй его так. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не ждетность подобным ему. Майкл, перестань. Отпусти, прекрати. Хорош. Перестаньте. Джонни, как ты? Как ты, Джонни? Я в порядке. Нормально. Я пытался подставить другую щеку. Да, его ударили в драки. Да и ничего особенного. Что? В драке? Да ерунда это. Просто глупые хулиганы. Я знала, что это была плохая идея. Да это не драка была. Они его толкали очень сильно, а потом бросили на землю. За что? Потому что он новенький, и вот почему. Майкл просто выпендривался. Ты не пойдешь туда. Но это все смешно. Ты слишком болен, и это опасно. Тебе не обязательно туда идти, Джонни. Мы заберем тебя завтра, если хочешь. Но я хочу, чтобы он пошел. Он не вернется. Пусть Джонни мешает. Он не вернется, и точка. Стойте. Подождите. Можно мне что-то сказать? Сегодня я впервые себя почувствовала обычным. И завтра я пойду, и каждый день буду. Я в порядке. Джонни, подожди. Когда я вырасту, я хочу быть модельером. Или дизайнером интерьера. Когда я вырасту, я хочу работать с лошадями. Или быть актрисой. Я хочу быть ученым. Когда я вырасту, я хочу быть рок-звездой. Или ученым. Или кино-звездой. Опаздывайте. Давайте, ребята, намного надо сделать всем утром. Майкл. Вот, возьми. Хорошо. Всем нам нравится мечтать. Некоторым нравится это больше, чем другим. Иногда вы мечтаете, когда должны слушать. У меня есть вопрос. Я хочу, чтобы вы хорошо подумали, чтобы ответить на этот вопрос. Вам следует включить воображение. Я хотел бы знать, что вы планируете делать с вашей жизнью, когда вы вырастите. Итак, в понедельник вы выйдете перед классом и будете говорить одну минуту минимум. Так что приготовьтесь. Ясно? Ясно. Понятно? Понятно. Хорошо. Когда я вырасту, я хочу быть парикмахером для собак. Когда я вырасту, я хочу быть водителем. Я хочу быть певцом или актрисой. Когда я вырасту, я хочу быть известной актрисой. Хорошая работа, Кэмми. Хорошо. Майкл. Когда я вырасту, я собираюсь быть большой кинозвездой, потому что кинозвезды могут взрывать всякие вещи и ездить на супертачках. Вот кем я хочу стать, когда я вырасту. Конец. А да. Если я не стану кинозвездой, я собираюсь быть защитником Энфайл, потому что они зарабатывают много денег и ездят на супертачках. Вот кем я хочу стать, когда вырасту. Теперь все. Ну, хорошо. Это было немного коротковато, но я думаю, что переживу это. Спасибо, что поделился такой вдохновляющей целью жизни. Хорошо. Последним сегодня будет Джонни. Кому сегодня не выпал шанс, не переживайте. Шанс будет еще завтра. Джонни? Джонни? Ты в порядке? Да, я окей. Привет. Как вы знаете, я особенный. Потому что у меня лейкемия. Вы не знаете, что, скорее всего, я умру от этого. Я говорю это не для того, чтобы вы меня жалели. Просто, ну, в общем, я не вырасту. И знаете, я не хочу говорить речь. Я только хочу сказать одну важную вещь. Видите ли, я верю в Бога. И верю, что Бог вкладывает мечты в ваши сердца. У каждого из нас есть мечта, кем бы мы хотели стать. И Бог подсказал нам это. И Он создал каждого из нас с Божьими талантами, чтобы осуществлять эти мечты. Но не важно, что мы делаем с нашей жизнью или какие великие достижения, это все ничего не значит, если мы не любим друг друга. И для этого нам нужна Божья любовь. Если мы позволим Его любви идти потоком через нас, у нас может быть сверхъестественное влияние на этот мир. Бог говорит, ибо только Я знаю намерения, какие имею я вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог потрясающий. И Он хочет, чтобы мы достигали наших мечтаний. Он поместил их там. Все, что нам нужно сделать, это позволить управлять нашей жизнью. Он знает, что делает. Вы, ребята, удивительны. И я знаю, что всех вас ждет большое будущее. Майкл идет, хулиган. Нам лучше уйти, пока он не устроил что-нибудь. Да, пускай идет. Не нравится мне это. Ты разбираешься в том, что сказал про Бога? Да. Чтобы такое сказать, надо быть крутым перцем. Чтобы поверить в Бога и разобраться в этом. Я не стыжусь этого. Вообще никто никогда не говорил мне такое про Бога. Он любит тебя, приятеля, и Он здесь для нас 24 на 7. Похоже, мне надо бы извиниться, что я тебя толкал недавно. Да ничего, я прощаю тебя. Так значит, у нас все нормально? Все отлично. Окей, чувак. Ну, видишь, не так все страшно. Ну, раз так говоришь. Эй, Джонни, что делаешь? Просто читаю. Здорово. Ого, да у тебя температура. Как долго голова и горло болят? Только сегодня. Это никак не связано с твоим выступлением. Нет. Кейла говорит, что ты там уделал всех. Я просто попытался их вдохновить. Здорово. Я горжусь тобой. Да, знаешь, мы лучше увидимся с доктором Миллером завтра. Хорошо. Доктор Картер, а мне будет лучше? Шанс есть, но... Но все равно спасибо, что подставили себя под удар. Но позволили мне остаться здесь. Да мне в радость. Эй, а знаешь, что доктор Миллер пригласил меня на семинар по возрождению? Мужское собрание? Здорово. Вы поедете? Ну, это не мое. К тому же я должен быть тут с тобой. Нет, я в порядке. Вы должны поехать на это собрание. Я думаю, мне лучше остаться. Я уверен, что обязательно надо поехать. Я точно знаю. Пожалуйста, приезжайте ради меня. Пообещайте? Ладно. Я подумаю об этом. Ладно, пошли внутрь. Доктор Картер? Да, что такое? А мне всегда надо будет называть вас доктор Картера? Ну, а как бы ты хотел меня называть? Ну, у меня никогда не было папой. Можно мне называть вас папой? Хотя бы понарошку? Да, конечно. Можно. Я действительно рад, что ты здесь, Джонни. Лучше готовьтесь к неизбежному дрюлю. Я знаю, что вы были благословением в жизни этого ребенка. Я знаю, что вы сделали все, что могли. Слушай, я знаю, что вы приняли его, но никто не обвинит тебя, если... Да ну, Майк, я не могу сделать это. Я никогда бы не сделал. Но ему нужно сказать, я его лечащий врач. Спасибо, Майк. Но нет. Нет, я не сделаю это. Слушай, я знаю, что вы потеряли Робби, и, похоже, и Джонни тоже. Но вы должны принять факт, что Бог несет ответственность, даже когда люди умирают. Ну, раз ты так говоришь... Ты поедешь на семинар? Честно говоря, я не хочу. Но это важно для Джонни, так что я думаю об этом. Это сделало бы Джонни счастливым. Ну, в любом случае, ему нужно сказать. Я знаю. Нам всем однажды предстоит умереть, так? Боюсь, что так, приятель. Ты ведь все-таки поедешь на братскую встречу, пап. Обещаю. Кейла, уходи. Малыш. Любимая. Уходи. Дорогой Бог, я хочу быть с тобой на небесах, но я хочу закончить мое особое задание. Но, Боже, я доверяю Тебе, сделал то, что лучше. Да будет воля Твоя. Аминь. Аминь. Уходи. 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 Боже. Кейла, это я Джонни, ты проснулась? Я знаю, что ты там. Я могу слышать, как ты думаешь. А я видел фиолетовую корову. Нет, серьезно видел? Целое стадо. Это было безумие. Фиолетовую корову повсюду. Я даже попытался подоить одну, но надоил только виноградный сок. В общем, если захочешь виноградного сока, ты знаешь, куда пойти. Дорогая, я знаю, что выбрал совсем неподходящее время, но я обещал ему, что я поеду. Я вернусь через пару дней. Привет, миссис Картер. Что вы делаете? Завтрак. Вы хотите, чтобы я уехал, не так ли? С чего ты взял? Ну, я же не слепой. Не в тебе дело, Джонни. Это из-за Кейлы. Я не хочу видеть, как она страдает. А как насчет вашей боли? Боли из-за несчастного случая с Робби. Что такое сладкое? Библия Робби. Для собрания. Спасибо, родная. Я люблю тебя. Я должен ехать. Я тоже тебя люблю, пап. Скоро увидимся, малыш. Дрю! Подожди. Ты не можешь просто так оставить меня с этим умирающим ребенком в доме. Милая, я обещал ему, что я поеду на семинар возрождения. И что? Ты нужна мне, чтобы позаботиться тут обо всем. Ты серьезно? Милая, я опаздываю. Я должен ехать. Пожалуйста, позаботься обо всем. Ради меня. Мам, можно нам поиграть на берегу? Можно. Спасибо, мам. Это детское социальное обеспечение? Мам, можно нам поиграть. Мам, можно нам поиграть на берегу? Субтитры сделал DimaTorzok 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 он знает вашу боль он хочет помочь окей меня значит уговорила сам не можешь приехать старый трюк приманка приятель я знаю знаю как это звучит но мишель похитил меня на уик-энд по случаю нашей годовщины я понесен не имел и мне не было выбора дружище я чувствую себя как новенький в церковном лагере неуклюже это не то слово но зато есть немало солидных парней я чувствую что ты взвалил на себя слишком много доверь часть этого богу чтобы он понес типа как отпусти бог с ним да что-то типа того знаешь не только наши тела требуют внимания но и души тоже окей майк хорошо слушай я не буду обещать что я буду тут во всем участвовать но я попробую найти тихое время знаешь иисус воспитанный дрюк он не войдет если ты не впустишь его ну ладно посмотрим как оно все пойдет хорошо хорошо с годовщиной тебе майк передай мишель привет выглядишь не очень жене если такой горячий можно пожарить яйцо на лбу мне страшно притчи 3-5 давай надейся на господа всем сердцем твоим 1 петра 5-7 давай все заботы ваши возложите на него ибо он печется о вас филиппийцам 4-6 давай не заботись ни о чем бог все контролирует братишка и он никогда не покинет тебя и ты веришь этому он никогда не оставит тебя артиппийцам 4-7 ты веришься на величинском Ты в порядке, мам? О, милая, мне так жаль. Я возьму? Возьми, малыш. Это тебе. Здравствуйте. Да, я. О, нет. Что случилось? Я приеду. Сюда. Спасибо, что приехали. Хорошо бы муж мог быть здесь. Джонни не просила вашего мужа или дочери, чтобы спрашивала вас. Обо мне? Что случилось? Пневмония вкупе со всем остальным. Они уже ничего не могут сделать для него, кроме как дать покой. Джонни. Джонни. Милый, ты меня слышишь? Да. Я так виновата перед тобой. Прости, что отвергла тебя. Я не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Прощать это нетрудно. Миссис Картер. Что такое? Я не хочу умирать здесь. Не волнуйся. Я не позволю тебе умереть здесь. Я собираюсь забрать тебя домой прямо сейчас. Туда, где ты и должен быть. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Боже, что прощаешь мои грехи. Молю, чтобы моя семья опознала твою любовь, Робби. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. И кто-то верит в Него не погиб, но имел жизнь вечную. После того, как Робби умер, я был убежден, что ты не существуешь вообще. Как мог Бог любви позволить случиться в таком бессмысленности с таким маленьким мальчиком? Но потом ты послал Джонни Маргин. И тут я вижу этого маленького человечка, у которого есть много причин, чтобы сомневаться в тебе, даже ненавидеть тебя. Но все, что он делает, это доверяет тебе и говорит о тебе так, как будто ты его лучший друг. Спасибо. Спасибо, что послал Джонни в мою жизнь, чтобы показать мне, каким я был глупцом. Ты нужен мне, чтобы помочь убрать из моего сердца недовольство к тебе и Джулии. Я готов отдать мою жизнь тебе, принять твой дар спасения, так же, как Робби и Джонни. Прости меня за все ошибки, что я сделал, пытаясь управлять моей жизнью. Помоги мне быть таким мужем, в котором нуждается Джулия, и отцом, которого заслуживает Кейлон. Пожалуйста, Божий, пожалуйста. Используй меня, чтобы отдать покой Джонни в его последние дни. Я прошу об этом во имя твоего сына. И прошу присматривать за моего сына, пока я не смогу быть с ним снова. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Его комната готова. Умничка, милая. Пойди, подними одеяло, пожалуйста. Спасибо, солнышко. Ну вот ты и дома, милый. Какой замечательный плакат ты сделала. Спасибо, мам. Я схожу вниз за остальными вещами. Спасибо. Нужно что-нибудь? Я хотел бы видеть твоего папу. Он все еще на собрании. Здорово. Я правда рада, что ты вернулся. Я тоже. Спасибо, ребята. Берегите себя. Божьи благословения. Хорошо. Благослови, Господь, дружище. Я и рад был увидеться. Джонни. Милый. Эй. Принести тебе что-нибудь? Воды? Газировки? Поесть? Я не мог есть несколько дней. Хорошо, ты только скажи мне. Что случилось со спальней Робби? Пришло время, чтобы отпустить его. Так что это теперь твоя комната. Так что же все-таки случилось? С Робби? Да. Ну, я... была за рулем. А Робби был на пассажирском месте. И на перекрестке был боковой удар. Машиной на большой скорости. Так это был несчастный случай. Видишь ли? Правда, в том, что я в этот момент писала СМС. Возможно, если бы я не... Если бы только я... У Бога достаточно прощения, чтобы простить вас за это. За смерть Робби. Он знает, как вы жалеете об этом. Знает. Да. Он хочет простить нам. Даже то, что мы сами себе не прощаем. Хочет. Да. Хочет. Это не так просто. Это просто. Простить себя — вот это самое сложное. Ты действительно что-то особенное, Джонни. Мы все особенные. Бог не творит хлам. Можно попросить тебя заранее? Ты не передашь привет Робби? Я знаю, что он находится на небесах. И скажи так же, что я очень сожалею, чтобы он простил мне. И скажи, что его мать скучает по нему. Всем сердцем. Каждый день жизни. Я скажу. Я так сожалею, что так относилась к тебе, Джонни. Наверное, мы причиняем другим боль, когда причиняем боль себе. Хотя и не желаем этого. Я так сожалею. Прости. Все хорошо. Я прощаю вас. Спасибо, Джонни. Отдыхай, милый. Спасибо, что привезли меня домой. Я так рада, что ты здесь. Постарайся отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Джонни, я знаю, что я не смогу сказать то, что хочу сказать, когда ты приедешь. Поэтому я пишу эту записку. Наша семья долго страдала. Но Бог послал нам ангела присмотреть за нами. И этот ангел ты. Мне грустно, что ты покидаешь нас. Но я рада, что ты будешь скоро с Иисусом. Передай от меня привет Богу. Я знаю, что Он будет счастлив видеть тебя. Попроси Его приберечь мне местечко рядом с тобой, Робби. С любовью, Кейла, твоя сестра и друг. Субтитры создавал DimaTorzok Джонни. Эй, приятель. Как прошла встреча? О, это было удивительно. Это было просто удивительно. Ищите и найдете. Он не войдет, если вы не впустите его, правильно? Он держался только, чтобы увидеть тебя. Спасибо за все, что ты сделал для меня и для этой семьи. Я очень горд назвать тебя моим сыном. Поверь, если бы я мог поменяться местами с тобой, я бы не колебался ни секунды. Я люблю тебя, Джонни. Я не хочу умирать. Я всю жизнь ждал момента, чтобы стать частью любящей семьи. Ребята, я так вас люблю. И мы любим тебя, приятель. Помнишь, что тебя послали сюда для особой миссии? Да. Хорошо. Миссия завершена. И ты показал нам всем, что мы все здесь для особой миссии. Как Иисус, да? Правильно, сынок. Как Иисус. Ты отдыхай. Я люблю тебя. Замечательный плакат «Добро пожаловать домой». Ты сделала? Комната выглядит здорово. Похоже, теперь это комната Джонни. Мы подумали, что пришло время. Что ты имеешь в виду? Это длинная история. Идем со мной. Я рассказала ему все о несчастном случае. Все об этом. И он подвел меня к прощению Божьему. Я так люблю тебя. И я так благодарен получить обратно своего лучшего друга. Так ты прощаешь меня? Ну, конечно. Я люблю тебя, любимый. И я люблю тебя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Три месяца спустя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Робби Картер. Джонни Картер. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Одну для Робби. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Одну для Джонни. Я тоже хочу поставить одну. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты сильный. Хорошая работа. Все готовы идти домой? Иди сюда, приятель. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама так любит тебя, малыш. Я тоже люблю тебя, мамочка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА